Приветствую вас возле моего гостей, братья и сестры. Меня зовут священник Отцович Мальцев. Меня часто спрашивают со всякого рода лекарей. Можно, не можно к ним ходить? Ну, конечно, мы основываемся на священном писании. Это для тех, кто... А где это сказано, где это написано? Давайте вспомним, как в городе Филиппы апостол Павел и Сила исцелили одну служанку, которая была одержимом духа прозорливости, скажем так. Которая благодаря этому нечистому духу предрекала какие-то будущие действия для своих хозяев, с помощью чего они обогащались. На самом деле, ну, тире Ванга, да, которая, может, что-то на будущее было говорила, а потом уже чистое под ее именем что-то говорили. Но все-таки, есть ли такие места в священном писании, где Господь запрещает это делать? Есть. Я даже больше скажу. При всем этом даже Господь дозволял побивать их камнями. То есть, убивать просто. Давайте обратимся к тексту. Не вооружите и не гадайте. Первое мы читаем в книге Левит 19, 26. Далее. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, порицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, ну, приворот, да, вызывающий духов, волшебник, вопрощающий мертвых, имба мерзок перед Господом, всякий делающий это, за сие мерзости Господь Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Второзаконие 18, глава 10, 12, да. А вот даже убийства такие в Ветхом Завете, я подчеркиваю, Ветхий Завет. Мужчина или эта женщина, если будут они вызывать мертвых и волхвать, да будет преданность смерти, камнями должна побить их, кровь их на них. Левит 20, 27. Ну, понятно, что Ветхий Завет, он очень жесткий, око за око, зуб за зуб, такой закон справедливости, но почему можно было даже побивать таких? Потому что в Новом Завете говорит Господь, не бойтесь убивающей тела, бойтесь убивающей душу. Вот это именно хула на Духа Святого, которая ни в коем случае не должна коснуться нас. То есть мы не имеем права к ним обращаться, потому что это анти и против Бога. Понятно, что сегодня их никто не убивает. Согласно Нового Завета Любви Божьей, где-то даже кратенько мы можем помолиться, Господи, спаси их и в разуме заблудших. Но тем не менее, такие слова есть, которым должны мы пометовать и обходить их 33-й стороной, дабы не повредиться душою и не отпасть от Господа. Храни милосердный вас Господь.